Денис Боболев Денис Боболев Денис Боболев Когда первый сезон был, это вот на самом деле самое такое было интересное, потому что никогда такого не было, в Казахстане вообще близко. Географический охват мегапроекта Суперстар Киезет в этом году выглядел так. Актау, Актобе, Павладар, Костанай, Караганда, Астана, Усть-Каменогорск, Шымкент и Алматы. Я думаю, что это идеальное начало для человека, который хотел бы выйти на свой пик, стал звездный. В принципе, я на этот конкурс шел не за победой. У меня была четкая цель, то есть засветиться для того, чтобы меня заметили и в дальнейшем, допустим, вероятно пригласили куда-нибудь работать. Для меня лично, как для продюсера, он просто упростил работу по проведению, скажем так, называемого кастинга. Первый проект, вот первый раз я попробовал себя на таком серьезном конкурсе, и видать, это вот повлияло на меня как-то, что я вот захотел вот этим вот заниматься все-таки. Данияр не дошел, слава богу, до финала. Мне повезло крупно, я считаю, поэтому как бы вот было принято решение взять его из этого. Как только он закончит этот проект, то есть как только он вылетит, мы его к себе и забрали, собственно. Суперстав дал очень-очень много мне, может быть, не напрямую, но косвенно. Суперстав KZ стал толчком в мир шоу-бизнеса для меня, вот. После него у меня летелся, можно сказать, творческий прорыв, и по сей день он идет. Сейчас я бы, может быть, пел бы, допустим, был бы в рингу или нет, я не знаю, но знаю одно, что как бы этот конкурс, он ускорил процесс того, что я оказался на большой сцене. Ровно в четыре часа немцы напали и проиграли. Те таланты, которые показывают себя после Суперстара, то есть намного выросли. Если, конечно, да, как бы этот Суперстар стал еще один, то я бы не мог разобраться на стороне. Но, если он был бы попал, то он должен обладать свою роль. Коленки дрожат, я не мог петь нормально. На протяжении всех четырех сезонов не смолкали слухи о якобы возможной покупке определенных мест на проекте, предвзятости членов жюри и прозрачности смс-голосования. Потому как не секрет, что любой проект направлен прежде всего на получение прибыли, повышение рейтинга и других пунктов Гудвилла. Как на самом деле обстоят дела, услышим от самих суперстаровцев. Насколько я помню, счет потраченных денег за эти два часа голосования составило около двух тысяч долларов. Результаты подсчитаны и мы начнем. Мои родители голосовали за меня в принципе разумно. Ну то есть не то, чтобы тратить все свое состояние, но на самом деле какую-то часть они за меня там голосовали, вот, ну и какую-то мы покупали хлеб, молоко и масло. Мне потом рассказывали мои, как бы, друзья, что они там покупали симки новые, на все, как бы, голосовали, входили в долг, а затем выкидывали. Я считаю, что голосование было честное. Благодаря нашей хитрости мы как-то умудрялись видеть, вот, как бы, листы, где были написаны результаты голосования. Там было в процентах, там было в скобках, сколько смс, сколько звонков. Обвинение в нечестности, там, подтасовке результатов, ну это не имело смысла, да, тем более купить. Для этого пришлось бы человеку, да, который бы хотел бы там что-то сделать, заплатить очень большую сумму. Ходили слухи после проекта, вот поэтому он выиграл, потому что он заплатил, еще что-то сделал. Всех четверых победителей знаю лично, никто из них не сын олигарха, нефтяника, миллиардера, и поэтому такие моменты отпадают. Я никому ничего не платила, поэтому у меня, наверное, я не из такой богатой семьи, чтобы что-то платить. Все, кто принимал участие в проекте «Суперстар.пизед», они, естественно, никаких там материальных, да, каких-то вложений не требовалось, да. «Суперстар» именно проект такой, что, в принципе, от исполнителя ничего не нужно, кроме таланта, который он должен показать жюри. Наши жюри — это просто мягкие, пушистые люди. Куде, куде. Тихо! Иногда некоторые члены жюри говорили такие вещи, которые даже вот простые люди понимали, что это не так. Но ты не спел, ты неправильно спел. Только из-за этой песни я не прохожу. Потрясающе вообще, как бы сказать, такой наглый мальчик. Просто наглый вообще какой-то, я не знаю, хам здесь стоит, который говорит в трём вообще невероятно известным людям в Казахстане, что только из-за этой песни я не могу пройти. Наоборот, я думал, что я их пропиарила даже в какой-то степени. Стали знаменитостями своих районов. Худеть! Домой, домой! Да, это... Но просто эти два слова она говорила, кажется, всем. И худым, и не худым. Когда всё-таки негативный комментарий, конечно, это было очень неприятно. И как-то вот думаешь, всё, значит, у тебя не получилось. Я не смеялась так. Ну давай, чё ты там ещё покажешь? Ну ты даёшь там. Ну-ка давай ещё чё-нибудь. А я откровенно смеялась, потому что на самом деле было смешно. Не знаю, именно меня они никогда не обижали. Именно вот ихняя критика, когда они комментировали наше выступление, ничего плохого, обидного я не услышала. Может быть, там, не знаю, у кого-то были какие-то там симпатии личные к участникам. Но тем не менее, в общей массе это не проявлялось. Отбор походил на уровень их видения. Здесь не ищут строго по каким-то вокальным данным. То есть этот человек должен быть любимцем публики. А любимцы публики не всегда поют лучше всех. А-а-а, а-а-а, Орле Кидор! Ты тумановый остаешь и несёт его течение, победа по маям. Ты сегодня взрослее стала, эту песню в сто раз сыграла. Добрая половина выходцев проекта после очередного сезона находила своё место под солнцем. Точнее, под софитами на сцене. Однако есть те, кто надолго пропал из поля зрения общественности и творческой братьи. Немало товарищей после непродолжительной деятельности по покорению шоу-бизнеса ушли совсем в иную сферу. В такую, что теперь появляться на ТВ, им строго противопоказано. Ира вышла замуж, и она сейчас, по-моему, не поёт. Ниже Маша Иванова, в принципе, также работает в сфере культуры. Единственное, по-моему, в концертном объединении Астаны, насколько я помню. Акмарал точно не поёт. Акмарал в данный момент работает в банке, тоже, наверное, начальник отдела. Знаю, что многие у нас как бы поют в живых командах, лайв-бэнд. А кто-то, допустим, как бы пытается сделать свою сольную карьеру. Юля Перейма вроде бы тоже поёт, но она тоже больше лайв, с лайв-бэндами, по-моему, с таком. У каждого по-своему, да, вот у кого больше стремления и желания, мне кажется, все и дальше идут добиваться своего. Я думаю, дело каждого — решать свой собственный путь и решать, куда ему идти. В эстраде или там в другой деятельности. Слава Богу, у нас из нашего проекта многие пошли по той дороге, по которой они выбрали. Это у нас Махпал, наша гордость, одна из первых. Айкон, Алмаз, ну, Гульнары Сильбаеву чуть-чуть как бы другая, другое направление, но она не ушла со сцены, можно сказать. Играть в высшей лиге в Москве у Маслякова я мечтала, наверное, с класса 7-8. Скажем, в сфере юмора она, в принципе, также может проявиться и вокально. Независимо от того, крупномасштабная или мелкомасштабная, да, это все равно сцена. Главное не затянуть с паузой после проекта и вовремя что-нибудь выпустить для того, чтобы тебя попросту не забыли. Я пришла, мне было 16, я пришла, мне казалось, что все вот так мне на тарелочке преподнесут. На твоя сотня карьера, вот тебе клип, вот тебе альбом. Кезгелген адамга, сахнағашылыға, жәнеде өзінің өнерің көрсетіге, жәнеде жалпы көпшілік, көптеген әншілердің арасынан мен мен деп өзінің планкасын үштап тұру, я уверена, и это я как бы заявляю так, что в будущем году я выйду на большую сцену и буду петь. Так что ждите. Хотелось бы, чтобы еще какой-то новый проект был, чтобы народу было интереснее. Ну, как я уже слышал, говорят, что будет какой-то «Х-фактор». Сейчас стартует в январе месяце эфиры на Первом канале, на Хит-ТВ нового вокального конкурса «Х-фактор». Прослушивание уже прошли. Смотрите эфиры в январе. Не для серьезности ради, а потехи для. Обойти стороной молодых людей, запомнившихся несильным вокалом или уникальным станическим амплуа, а являющихся диаметрально противоположным прототипом «Суперстара» просто невозможно. Многие действительно по-настоящему как бы талантливые. Они, может быть, не сумели раскрыться до конца на этом проекте. Они остались даже за... не дошли до финала даже. Суметь рассмешить человека – это тяжелее, чем, допустим, вызвать какую-то симпатию. Это волшебною бархатной ночью. Я не могу уснуть, что-то мешает. Ваше настроение ловлю, песню зажигалочку спою. Не в поп, на хит-параде. Одна до кучи и держи наряды. Не надо, мы так в порядке. Твои волосы, губы и плечи – твои преступления, потому что нельзя быть на свете красивой такой. На этой ноте мы прощаемся с вами. Отметим лишь одно. Добрую половину сегодняшней эстрады составляют выходцы «Суперстар Кейза». На этом все. Оставайтесь с нами. Субтитры сделал DimaTorzok